И пока в Китае ждут новых пошлых, в самой Америке размышляют, ждать ли Путина. Известие о том, что Дональд Трамп пригласил российского президента в Вашингтон, и что визит может состояться уже осенью, вызвало очередную волну критики. Как сам Трамп объясняет такое решение, выяснил Дмитрий Анопченко. Почему президент действует именно так? Почему, вопреки всей критике, прозвучавшей после встречи в Хельсинки, еще и, возможно, в новом раунде объявил? Да еще и не на нейтральной территории, а в американской столице. Ответ он дал сам в интервью с НБС. Сказал, отличается от всех своих предшественников тем, что не ведет переговоры, то есть не действует как политик, а заключает сделки. И в этом он, мол, мастер. Некоторые дураки из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему в лицо, не подошел и не накричал на него. Я сказал, эти люди что, сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, и так нельзя делать. А заключая сделку, принято что-то дать наперед, авансом. Этим и объясняются многие странности финской встречи. К примеру, молчание о проблемных темах на пресс-конференции и нынешние заявления. Мол, осенью продолжим, готовьте визит. У нас с Россией много лет были плохие отношения, возможно, с этим ничего нельзя поделать. Но я не такой, как другие президенты. Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь. Я хорош в этом, я заключаю отличные сделки. Что будет, если эта сделка сорвется, Трамп тоже сказал, как он умеет, прямолинейно и не выбирая слов. Мол, тогда он станет злейшим врагом Путина, подталкивая Россию таким образом к компромиссу, чтобы действительно не стать врагами. Вот только сделка предполагает, что это договоренность двух игроков. А в Штатах жизнь устроена так, что далеко не все могут короли. Есть и третий участник, формирующий политику страны, и довольно влиятельный, Конгресс. А там думают еще и о выборах, которые уже в ноябре. Будет визит удачным, акции Трампа и республиканцев резко поднимутся. Но станет провальным, значит, утащит за собой и рейтинги партии. Выбор непростой, и в этой ситуации многие предпочли бы просто не рисковать, разрушив планы Трампа и отменив спорный визит. Но пока решение не принято. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.